В этом раунде присуждается Тарасу Ивакину. Но не все так просто. Джон, судя по всему, снова будет протестовать. Посмотрим, что же решит судейская коллегия. Протестовать нечего. Мы явно видели отрыв локтя Джона Брызенко. Он не смог справиться с борьбой Тараса Ивакина. Тарас четко выбил второй раз локоть Джона Брызенко. Счет 1-1. Спортсмены готовятся к продолжению боя. Тарас начал нервничать. Это явно видно во время разминки. А Джон Брызенко спокоен, пьет сок, успевает давать интервью съемочной группе, которую он привез с собой из Америки. Тарас не нервничает. Я думаю, просто немножко он не чувствует своей борьбы. Он выиграл второй раунд по фолам. Было бы, конечно, лучше, если бы он смог прижать руку грозного американца к подушке. Поэтому он еще все-таки в голове у себя ищет тот стиль, который поможет ему выиграть и следующие раунды. На заднем плане мы видим, что идет совещание судейской коллегии. Напряжение матча передалось и судям. Все ждут, чем же закончится этот поединок. Напомню, что встреча такого уровня проходит впервые на территории Украины. Джон уже готов к третьему раунду. Тарас подходит к столу, они пожимают друг другу руки и входят в захват. Я хочу, чтобы все зрители сейчас обратили внимание на борьбу Джона Брызенко. Это человек-легенда. Он профессор армспорта, профессор борьбы на руках. Настолько красиво, настолько явно он может удерживать руку такого гиганта, такого сильного спортсмена, как Тарас Ивакин. Мы видим, опять Джон использует разрыв захвата, чтобы руки были связаны ремнем. В этом положении он, конечно, чувствует себя перед Тарасом намного увереннее. Да, опыт есть опыт. Такие опытные спортсмены, как Джон, могут бороться разными способами. После боя Тарас Ивакин сказал, что он готовился к совершенно другому стилю борьбы Джона Брызенко. Да, как и все великие спортсмены, Джон Брызенко борется по-разному. Он непредсказуем. Он использует несколько стилей борьбы. С ним бороться очень сложно, под его борьбу не подготовиться. Сейчас на сцене за армстолом находятся два поколения мирового армрестлинга. Опыт против молодости, сила против мастерства. Кто же победит в этом состязании? Андрей, прокомментируй, что произойдет дальше. Покажут раунды, покажет дальнейшая борьба. Но я думаю, если Джон Брызенко будет уходить также на разрывы, то у него все-таки гораздо больше преимущества перед Тарасом Ивакином, потому что это его излюбленный стиль борьбы, стиль в крюк. То есть он именно его и будет использовать. А что можно противопоставить этому, находясь за армстолом? Я имею в виду этим разрывом. На месте Тараса я абсолютно уверен в том, что он старается сделать максимально возможное. Я думаю, что он попытается все-таки стартовать. Стартовать и на старте выбивать кисть Джона Брызенко, раскрывать его пальцы. Вот мы видим, он попытался это сделать как раз таки, но не дожал. И кисть у Тараса открылась. Джон завернул в крюк руку Тараса. Тарас старается, напряжение огромное и при этом зарабатывает фол. У него съезжает локоть с опорной подушки. Мы видим эту ситуацию с вами. И теперь у Джона Брызенко гораздо больше преимущества. В поединке опять пауза. Такое впечатление, что спортсмены решили дать нам как можно больше насладиться этим боем. Напомню, такое событие, как этот бой, на Украине происходит впервые. Джону 41 год. Вы представляете, в какой форме надо находиться человеку в 41 год, чтобы так бороться? Андрей, как это вообще возможно? Это просто не укладывается в голове. Да, Джону действительно 41 год. Мы видим, как он замечательно выглядит. Он спортсмен от бога, он талант. Он посвятил всю свою жизнь тому, чтобы стать в своем деле профессионалом. Зрелище действительно было потрясающее. А огромный, большой, сильный Тарас Ивакин и такой же сильный и крепкий Джон Брызенко. Это два титана, которые сошлись на сцене, на сцене города Ялты. Люди, которые собрались перед сценой, они просто ревели. Они так болели за своего Тараса, что мы не слышали моря, мы не слышали ничего больше, кроме как криков «Украина» и «Тарас». Мы по-настоящему от души, все, кто находились там, переживали. Профессионалы, непрофессионалы. Я смотрел своими глазами. Люди смотрели с другой точки зрения. Но всем это очень нравилось. Все время эти спортсмены, два замечательных спортсмена, держали нас в напряжении. Хочу напомнить, что в первом бое чистую победу одержал Джон Брзенк. Во втором раунде техническую победу одержал Тарас Ивакин. Вот вы видите, какое количество зрителей присутствовало на этом матче. И сейчас от следующего раунда зависит очень много. Психологическое преимущество на стороне Джона. Но мы все надеемся на Тараса. Звучит команда рефери «Ready go!» Полностью в свою борьбу смог закрутиться Джон Брзенк. И мы видим, как практически убрав сопротивление Тараса Ивакина. Сразу со старта он завладел инициативой. И как без особого, без особого здесь напряжения, выиграв стартовое положение, навязав свою борьбу, Джон Брзенк победил в третьем раунде. Счет матча 2-1. И вот пройден экватор этого боя. Сейчас начнется четвертый раунд. Спортсмены пока разминаются, готовятся к схватке. А я хочу задать Андрею Шаркову вопрос. Андрей, насколько психологически помогает спортсмену в перерывах между раундами присутствие тренера или массажиста, который может подбодрить, помочь добрым словом, может быть даже что-то подсказать спортсмену? Конечно, это очень сильно помогает. Или тренер, или товарищ по команде всегда поддержит, всегда даст нужный совет, не даст спортсмену расслабиться, не даст поверить в свои силы. Поэтому я думаю, и думаю, все спортсмены знают, что это очень важно. Тарасу Ивакину в этом плане, сейчас его поддерживает Алексей Семиренко, товарищ по команде. И Алексей также двукратный чемпион мира, поэтому думаю, они вдвоем смогут принять правильное решение и выбрать правильную технику. Мы видим, что очень много людей собралось на этот поединок, и среди них очень много детей. Почему-то детям особенно нравится этот вид спорта. Андрей, ты не раскроешь секрет, почему такие состязания привлекают особое внимание детворы? Ну, детям, я думаю, нравится любой вид спорта, где присутствуют наши спортсмены и спортсмены из других стран. Они с открытыми ртами наблюдали за этими поединками. И вообще, дети, это самые благодарные болельщики. Вернемся к армстолу. Сейчас судья вновь устанавливает захват. Что изменилось к четвертому раунду в поведении спортсменов? Или опять происходит то же самое? Мы видим очередной разрыв. На твой взгляд, это Джон навязывает свою тактику? Да, да, абсолютно правильно. Джон продолжает тактически бороться однопланово. Опять происходит разрыв. Тарас пытается раскрыть пальцы Джона. У него это получается, но он не удерживает кисть Джона Брызенко. Что сейчас можно посоветовать Тарасу? Что он может противопоставить Джону в этот момент? В этот момент он может противопоставить Джону только старт. Только на старте он может с огромной скоростью, взрывной силой выиграть Джона Брызенко. Если он вяжется в борьбу, то практически мы видим, он теряется перед Джоном Брызенко. Джон Брызенко открывает кисть Тараса и становится гораздо более выгодное для себя положение, явно сильнее. Андрей, посмотри на Брызенко. Он как удав, абсолютно спокоен, никаких эмоций. Это уже четвертый раунд и вроде должно сказаться нервное напряжение, но этого не происходит. Это опыт или сила воли? Ну, во-первых, Джон Брызенко чувствует сейчас, чувствует, что у него все-таки более выигрышное положение и по раундам, и по силе. Он сейчас чувствует себя хозяином за столом. Замечание насчет удава, действительно это так. Вот когда мы смотрим, Джон Брызенко борется, посмотрите в его глаза, прямо действительно он как гипнотизирует. И он очень похож, как, вы слышите меня в Бандерлоге, это Яка. То есть он жестко и психологически настраивается против своих соперников. Так, на сцене опять что-то происходит. Судья останавливает бой, показывает, что произошел отрыв локтя от опорной подушки. Кто же получает этот фол? Сейчас локоть оторвал Джон Брызенко, вернее, Тарас Ивакин. Помог ему это сделать. То есть он выполняет то, о чем мы и говорили. Он пытается на старте выиграть Джона Брызенко. Вот сейчас был сильный рывок на себя Тараса Ивакина. И поэтому у Джона Брызенко от подушки, от опорной подушки оторвался локоть. Если Тарас Ивакин сможет сделать это и во второй раз, то у него будет чистая победа. Потому что Джон должен крепко держать свой локоть на опорной подушке. Ты заметил, как лояльно относятся судьи к Джону? Они позволяют ему смотреть повторы, спорить с ними. Сказывается большой международный авторитет спортсмена? Или судьи находятся под неким очарованием этого спортсмена? Ну, немного, конечно, все находятся под влиянием такого авторитета, как у Джона Брызенко. Но на самом деле, просто на сцене сейчас не агрессивная обстановка. И если Тарас Ивакин захотел бы посмотреть повтор, Если бы он в чем-то сомневался, думаю, судьи ему бы показали повтор движения, повтор поединка. Здесь же больше пока пытается навести свои порядки Джон Брызенко. Но я думаю, судьи здесь судят абсолютно лояльно. Даже чувствуется какая-то симпатия все-таки к Тарасу Ивакину, так как он более молодой спортсмен. И именно здесь возлагаются на него надежды, чтобы он выиграл Джона Брызенко. Опять производится установка захвата. Андрей, прокомментируй, что происходит за армстолом. Руки спортсменов связали. Судья сейчас готовится дать команду старт. И если Тарас Ивакин успеет на старте... Нет, нет, нет. Джон Брызенко полностью, практически контролировал сейчас. Как мы видим, всегда на связке. Кисть Джона Брызенко остается практически прямой. Мы видим, что на ремнях Тарасу Ивакину гораздо сложнее применять стиль своей борьбы. Сейчас начнется очень важный раунд. Если победа будет у Джона, то он выигрывает матч. Если же побеждает в этом раунде Тарас, то еще остается возможность свести счет матча к ничьей. Как говорится, наступает кульминационный момент поединка. Нервы у всех на пределе. В принципе, это самый важный раунд в матче. Андрей, я прав? Да, абсолютно прав. Сейчас стоит все-таки Тарасу настроиться, попробовать совершить в данной ситуации практически получудо. А полу он должен использовать все свои силы, все свои запасы энергии, чтобы победить Джона Брызенко в этом нужном для него, очень нужном раунде. Андрей, в этом раунде, по-моему, главную роль будет играть не сила спортсменов, а психологическая подготовка. Как к таким серьезным поединкам готовится Андрей Шарков? Я готовлюсь всегда, настраиваюсь очень сильно. То есть я, когда выхожу на сцену, я психологически себя стараюсь контролировать. Вспоминаю русские сожженные хаты. Я не знаю, пытаюсь все-таки разозлиться. Многие говорят, что злость на самом деле отвлекает спортсмена. Мне же она на самом деле помогает. Сейчас посмотрим. Спортсмены уже заняли свои места за армстолом. Напомню, это самый решающий раунд. Есть. Тарас не дал Джону разорвать захват на старте. Тарас жмет. Что произошло? Я бы присудил победу Тарасу Ивакину. Посмотрим, что скажут судьи. На старте Тарас красиво, очень грамотно раскрыл кисть Джона Брызенко. Джон Брызенко вырывал уже кисть в проигрышном положении. У меня лично сомнений нет. Посмотрим сейчас, как отридают. И судьи согласны с нашим решением. Вот он и Тарас. Вот и действительно он сделал то, чего мы от него ждали все эти пять раундов. Сейчас счет по раундам, счет поединка становится 3-2. И вот он теперь решающий шестой раунд. Мы, конечно, очень надеемся на то, что у Тараса получится выполнить свой тактический ход и в шестом раунде. Но Джон Брызенко тоже уже будет этого ждать. Да, первый раз. Первый раз. Сегодня удалось то, к чему Тарас готовился. Не дать Джону разорваться на старте. Да, Джон просто не успел отреагировать на такой замечательный старт Тараса Ивакина. Хотя мы видим, Джон Брызенко сейчас улыбается. Он в себе. И уверен абсолютно. То есть он показывает всем, что он контролирует ситуацию. Он показывает, что он не боится и что явно сильнее. Тарас Ивакин сейчас готовится более серьезно. Вот очень сейчас большой вопрос. Сможет ли Тарас так же выступить, так же красиво повторить свой пятый раунд? Мне хочется еще раз напомнить всем нашим зрителям, что матч, который мы с вами смотрим, это первое соревнование подобного уровня, проводимое на Украине. Такие спортсмены, как Джон Брызенко, к нам еще не приезжали. А тем более не боролись за пояс чемпиона мира. И это финальный решающий раунд. Напряжение достигло апогея. Кто же выиграет? Снова разрыв. Снова разрыв произошел за армстолом. Я хочу действительно тоже сказать такие слова, что это самый главный поединок в этом году в мире. То есть все его ждали, все смотрят за его итогами. И он будет транслироваться во многих странах мира. Мы видим, как Джон Брызенко подходит к столу и их снова связывает. Опять Джон использует свою тактику. Опять на ремнях их руки будут связаны. И Тарасу теперь будет нелегко. Шансы у Джона Брызенко намного возросли. Тарас проигрывает начало раунда. И уже в пяти из шести раундах были разрывы. В одном раунде, где Тарас не дал разорваться, он одержал победу. Посмотрим, как Тарас отборется в заключительном шестом раунде. Статистика говорит не очень хорошие вещи, но будем надеяться. Нам остается только надеяться, что Тарасу удастся свести матч к ничьей. Так, Андрей? Да, чем хороший Армспорт, что он действительно непредсказуем. Поэтому статистика статистикой. А спортсмены есть спортсмены. У каждого свои есть плюсы, свои недостатки. Кто как сможет использовать их в данном поединке. Тарас смог выиграть старт, но также не смог раскрыть кисть Джона Брезенко. Джон контролирует положение, контролирует свою руку. И вот борет Тараса. У Тараса, по-моему, фолл. По-моему, фолл нашему украинскому спортсмену. Да, рефери показывает, что Тарас Ивакин получает одно предупреждение. Сейчас мы увидим, какое на повторе. Пока я не вижу ошибки. Локоть. Да, локоть Тараса Ивакина съехал с опорной подушки. И вовремя рука еще не была в проигрышном положении. У Тараса еще один шанс. Еще один шанс оказать сопротивление и выиграть знаменитого американского спортсмена. Да, мы опять видим, что события на сцене повторяются. Джон совершенно спокоен. Он выглядит настолько уверенным в себе. Да, Джон и Брызенк работаем. Мы видим, что этот человек грамотно выполняет свою работу за ромстолом. Опять связываются спортсмены. У них, наверное, мозоли от связки, потому что весь матч проходит сегодня на связках. Ну, я думаю, у этих спортсменов руки настолько крепкие, что обычными ремнями мозоли не заработать. А вот то, что Джон Брызенк действительно все время уходит... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...